Кроссоверы и внедорожники, возможно, сегодня в моде, но такие бренды, как Volkswagen, по-прежнему считают, что рынок седанов еще существует. Чтобы доказать это, автопроизводитель недавно показал первое изображение модели LaVida 2022 года. Volkswagen LaVida – это своего рода бюджетная альтернатива седану Jetta. Обновленные внутри и снаружи, LaVida получат больше технологий, а также более элегантный дизайн экстерьера. По сравнению с текущей моделью, LaVida 2022 оснащена более широкой решеткой радиатора, обновленными светодиодными фарами и более спортивным передним бампером. Светодиодные задние фонари также получили новую графику и стали больше, чем раньше. Последним стал рестайлинговый задний бампер, который теперь имеет хромированную отделку и отражатели. Если экстерьер LaVida получил лишь незначительное обновление, то салон – это совсем другая история. Внутри вы увидите новую цифровую приборную панель, обновленный трехспицевый руль и рестайлинговые вентиляционные отверстия. Модели с более высокой комплектацией будут даже оснащены красной контрастной прострочкой и акцентами, придающими салону более спортивный вид. Пожалуй, самым очевидным изменением является центральная консоль и приборная панель. Здесь есть новый плавающий сенсорный экран информационно-развлекательной системы, новая цифровая панель автоматического климат-контроля и более тонкие вентиляционные отверстия в центре. Среди других доступных опций 2022 LaVida – кожаная обивка, светодиодная подсветка, а также люк в крыше. Volkswagen не раскрыл никаких подробностей о силовых агрегатах, но учитывая значок 280 TSI сзади, LaVida 2022 года скорее всего будет оснащаться усовершенствованной 1,4-литровой турбированной четверкой в других моделях. Этот двигатель развивает 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Мощность передается на 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Ожидается, что публичный дебют Volkswagen LaVida 2022 состоится на пекинском автосалоне в апреле. Учитывая, что LaVida, которую мы имеем в настоящее время, впервые появилась в 2018 году, она уже должна быть обновлена. На данный момент модель выпускают на предприятии Sike Volkswagen в Шанхае. И это самый популярный седан в Китае, продана уже свыше 5 миллионов авто. LaVida стоит от 17 300 долларов до 25 тысяч долларов, то есть она даже дешевле, чем новая Skoda Octavia.